Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Перед нами четвертая глава Плача и Иеремии, посвященного разрушению Иерусалима войсками Новохудоносора в 586 году до Рождества Христова. Это последняя поэтическая глава. И здесь, как и в первой и второй главах, текст начинается с горестного возгласа Эйха. Как? Эти возгласы посвящены последовательно городу в преддверии бури, городу осажденному и разрушаемому, и в данной главе его жителям. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам, сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняную посуду, изделием рук горшечника. Здесь оплакивается не золото и не драгоценности, но слава Израиля, явленная в его детях. Об этом мудро замечал еще псалмопевец, что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит имя колчан свой. Это 126-й псалом. Второй стих как бы комментирует первый, указывая, что пророк сетует не о судьбах золота и не о камнях храма, их он уже вполне оплакал в предыдущих главах. Сыны Сиона, вот кто равноценен для него чистому золоту, вот о чем потускнении он горюет, и вот о каких камнях, составляющих святилище Бога среди народов, то есть его избранную ветхозаветную церковь, трупы которых теперь брошены неубранными, на перекрестках улиц он и рыдает. Они сравнены с изделиями рук горшечника, и здесь два основных смысла. Во-первых, глиняные сосуды как метафора хрупкости, а во-вторых, глиняные сосуды как ни к чему не пригодны после осквернения. Закон указывает, что если бытовой сосуд будет осквернен от соприкосновения с чем-либо нечистым, ну например в него упадет какое-нибудь нечистое животное, то если он выточен из камня или сработан из дерева, его необходимо очистить через длительное замачивание в воде. Но если это керамический сосуд, очистить его невозможно, его можно только разбить. Таким образом, оказывается, что сыны Сиона, жители Иерусалима, столь извратили пути свои, что из подобия золотых сосудов, которые употреблялись для храма, для священнослужения, они не спали до подобия глиняной посуды, которая однажды сквернившись, не может избавиться от нечистоты и годна лишь в мусор. Удивительно, кстати, и то, что впоследствии апостол Павел сравнит верующих также с глиняными сосудами, хранящими в себе великое сокровище. И чудовище подают сосцы и кормят своих детенышей. От щели народа моего стало жестоко, подобно страусам в пустыне. Чудовище, танним, традиционно возводится к таним, термину в Библии, обозначающему морских чудовищ, ну а, например, в современном иврите, ограничивающимся крокодилами. Но так как пресмыкающиеся, да, не питаются сцами, то вполне возможно, что слово происходит от тан, шакал. То есть в любом случае, что ужасные, что презренные твари, в основном заботятся о своем потомстве. Израиль же сравнивается со страусом, о котором в книге Иова сказано. Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Это 39 глава книги Иова. Далее пророк описывает беды и ужасы осады, ответственность за которые полностью лежит на помраченных сынах Сиона, предки которых в древние дни сияли подобно яркому золоту своими добродетелями. Сами же они, нечестием своим, навлекли на себя и на свое потомство ужасные беды. Так что пищи нет и даже для детей. А князья и аристократы выглядят как рабы. Голод же заставляет забыть о самых основах человеческой природы. Язык грудного младенца прилипает к гортане его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое и стоевают на улицах. Воспитанные на багренице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям, их стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом, счастливей умерщвляемых голодом, потому что сии и стоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дщери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожирал основание его. Часто пророки сравнивают святой город с образцами нечестия в Библии, с городами Содомом и Гоморрой. Обычно всегда не в пользу первого. Исаия, обращаясь к правителям иудеи, величает их не иначе, как князья садомские. К самому же народу обращается так, «внимая закону Бога нашего, народ гоморский». Иеремия говорит тоже о лжепророках Иерусалима и о его жителях. Эту же мысль продолжат, например, и из Икииль, а в Новом Завете Христос. И каждый раз проповедник будет указывать, что участь Содома лучше и грехи его меньше, так как он погиб, не зная заповедей, которые, зная, не соблюдал Израиль. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно прикоснуться было к одеждам их. «Сторонитесь, нечистые!» кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущение. А между народом говорили, «Их более не будет. Лицо Господня рассеет их. Он уже не призрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют». Страшные слова говорит здесь пророк о религиозных лидерах народа. Страшные в своей вневременности. Сказанное здесь, как и сказанное Христом в Новом Завете о фарисеях, не привязано лишь к данному культурно-историческому контексту. Понятно, что, с одной стороны, роль религиозного лидера не нужно чрезвычайно переоценивать. Человек всегда в своей свободе может избрать зло. И при хорошем или даже идеальном руководстве, ну, как, например, вот в случаях с Моисеем и Кореем, Иудой и Христом, Петром и Ананией, и многими другими, зло избрать. Но роль священника или пророка в утверждении правды Божьей, о чем очень однозначно говорит Господь у пророка из Икииля. «И тебя, Сын Человеческий, да, то есть пророка, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слова и вразумлять их от Меня. Когда я скажу беззаконнику, «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконник от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его я взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Когда вместо этого лжепророки бьются за место у царского стола, а храмовое священство устареняет неугодных, ну как, например, в случае с пророком Амосом и священником Амосией, или в случае с самим Иеремией, это 26 глава книги Иеремии, или же притесняется племенников и отвращает их от веры, как в случае из первой книги царств со сыновьями первосвященника Илья, то все дела их и названы скверны. Самый же яркий образ сквернения – это пролитие крови. Об этом регулярно говорят тексты закона. То есть, в общем-то, не обязательно, что имеется в виду, что религиозные лидеры – прямые убийцы. Они нечисты от своих злых дел, от того, что поедали дома вдов, не давали заступничество пришельствуется и сироте. Потому и отвратил от них глаза Господь. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не смог спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш. Дни наши исполнились. Пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных. Гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором говорили мы, под тенью его будем жить среди народов». Эти четыре стиха – прямая речь жителей Иерусалима. Их надежды описывает пророк, который сам был радикальным противником поиска союзников против Вавилона, за что, кстати, да, и был ненавиден тогдашними ура-патриотами. Теперь-то и они увидели тщетность всех этих ожиданий. Египет не пришел на помощь. Четвертая книга царств указывает, что после поражения при Каркемише и попытки Навуходоносора завоевать Египет, политика фараонов изменилась, и Неха II перешел от наступления к обороне. Книга пишет, «Царь Египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока Египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю Египетскому». Также, собственно, и пассаж про дыхание жизни нашей. У самого Иеремии были более чем сложные отношения с Идекией, который был столь обусловлен своими приближенными, что даже советуясь с пророком, запрещал ему об этом рассказывать своим советникам. Однако же, по мнению, например, преподобного Иеронима Стридонского, этот вопль народный может и должен быть отнесен к последнему праведному царю Иудеи, то есть к Иосии, вот после которого череда его бесславных потомков никак не может претендовать на столь высокое наименование. Однако же заметим, что Иосия был убит в битве как раз с фараоном Неха при Мегинда, а не отведен в ямы их, то есть в заключении в Вавилон. Поэтому, скорее всего, пророк здесь все-таки приводит народный плач о Садыкии, увидевшем смерть своих сыновей, и с выколотыми глазами, отправленном в Вавилон. Также святые отцы видят здесь и прообраз страданий Христа. Святитель Кирилл Иерусалимский считает, что дыхание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их, это свидетельство о том, что Иисус, помазанник, да, то есть Христос, будет взят людьми. Вторая же часть фразы, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов, указывает на то, что уже не в Израиле, но в народах находиться будет благодать жизни. В первой главе мы слышали сетование пророка о открывшемся сраме Иерусалима. Здесь же он сокрушается, что с соседним народом Эдома не произошло то же, что с иудеей. А годические тексты периода поздней античности передают иудейское предание о жестоком, совершенно бесчеловечном отношении Эдомитян, родственников евреев через Исава, брата-праца Израиля и Иакова, как раз к депортируемым через их земли на чужбину соседям. На злорадство Эдомитян о разрушении Иерусалима указывает также и текст 136-го псалма, известного нам по его исполнению в период перед Великим постом на реках Вавилонских. Псалом говорит, «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушаете, разрушаете до основания его. Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, доча дома, он посетит и обнаружит грехи твои». И вновь среди мрачных стенаний слышен не просто просвет надежды, а уже звучит утверждение, «Ничего худшего более не случится. Суд Божий более не будет тяготеть над народом, и даже такой мрачный вестник, как и Иеремия, отправит изгнанникам, уведенным в Вавилон еще при первом взятии города, ободрительное письмо, где увещевает их строить дома, разводить сады, жениться и выходить замуж, потому что, да, далее цитата, ибо так говорит Господь, «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие, ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и придете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда пересилил вас». Книга Иеремии, 29 глава.